Всем привет зрителям моего канала и подписчики. Сегодня мы с вами будем готовить простой рецепт. Небыстрый, он в духовке запекается минут 45, вот так где-то. И тот, кто любит капусту, это такой рецепт. Вы все знаете, я знаю, уверена в этом. В готовом виде вам его покажу. Вот так выглядит, ребят. Смотрите, какая красота. Вот так видно вам? Вот так. Это очень вкусно. Это кто любит капусту, такие стейки капусты вместе с филе. Возможно, также грибы добавить. По вашему желанию. Так что оставайтесь со мной. Попыталась сделать побыстрее. Кто не любит там долгих рецептов. Все, ребята, всем приятного аппетита. Заранее смотрите рецепт. Такой рецепт быстрый, вы его все знаете. Но давайте приготовим. Еще не готовили сами. Капуста понадобится. Какая там у вас есть, сейчас все лишнее. Пообрезаем. Подготовим ее сначала. Ребят, надо будет духовка. Быстро ее помоем. Хорошенечко все пообрезали. Там, что вам не нравится. Сейчас стечет. Берем сразу противень, чтобы у нас капуста, так скажем, мариновалась. Пергамент обязательно, чтобы потом ничего не отмывать особо. Пишите, готовили вы вообще это блюдо. Нравится вам. Я готовила, но еще не снимала вам. Хороший рецепт. Но тот, в том случае, если любит капусту этот человек, то да, ему понравится. Если не любите, то не знаю, девчонки, подумайте. Что делаем с капустой? Так, подготовили вот так. Также понадобится куриное филе. Вы уже, я думаю, догадались. Будем делать стейки из капусты. Все лишнее удаляем. Готовим максимально быстро, пока есть у нас возможность приготовить это все в духовке, пока есть свет, так скажем. Так, по поводу начинки. Все, что там хотите, можете добавлять. Я имею в виду, вот это сверху, как мы будем выкладывать с вами. Вы также можете и грибы добавить. Ничего страшного. Это все по желанию, как вы любите. Ребят, пытаемся нарезать стейками капусту. Как там у вас будет получаться? Потолще, потоньше. Конечно, это лучше делать из молодой капусты. Она быстрее проготавливается. Вот такие колечки, стейки выкладываем на наш пергамент. Я обожаю капусту. Я такую люблю. Вот эти вот краюшки, отборочные, все оставляем, салат будет у нас. Без такое отходное производство, так скажем, у нас. Так, ребят, вот такие красивенькие. Вы посмотрите, просто класс. Ой, кто такое любит, это вообще классный такой рецепт, девчонки. Главное его приготовить по-быстрому, пока есть возможность. Так, вот такие вот. Еще давайте тут. Девчонки, кому там долго рецепт, дольше готовлю, болтовни, перематывайте. Есть такая клопка, как перемотка, вы вообще вправе не смотреть, вас никто не заставляет. Так, теперь вот это все на салат. Убираем отсюда. Сюда соль обязательно. Там можете, какие, конечно, приправы вам нравятся. Я посолю хорошенечко. Затем перец буду класть, черный. Это с двух сторон все делаем. Паприку можете, ну, специи, какие хотите, я вам говорю. Как бы здесь ничего такого нет. Только все, как кто любит. У меня сегодня на минималках. Ничего такого я не буду добавлять. Знаете, что еще? Немножко... Нет, куркуму не буду. Нет, сегодня вот так, ребят. Если у меня такая приправа, как до мяса, ее немножко добавлю. Здесь куркума такая. Нужно паприку. Не сильно, так, знаете. Будем добавлять. Но, тем не менее, сюда так же самое. Нам надо теперь, что сделать? Подсолнечное масло. На каждую. Чтобы не было у нас такая суховатая она. Вот так вот. Классное сочетание. Вот я сегодня буду филе делать. Вот. На капусте. Ребят, можно так же грибы добавить туда. Тоже будет вкусно. Так, это с двух сторон это делаем. Все. Проделываю это все так же с обратной стороны. Капуста у нас уже готова. Пусть маринуется. Ее отставляем. Приступаем к начинке. Берем куриное филе. У меня сегодня это филе. Вы там смотрите, что будете добавлять. И нам необходимо его нарезать кубиками мелко. Ну как мелко. Там посмешно. Как хотите. Это не столь важно. Насколько вас хватит. Так, сейчас. Нарезаем кубиками, ребят. Извольными там. Смотрите, как там кому нравится. Все лишнее убираем. То, что вам не нравится с филе. Все как всегда. Вот на этом этапе можно было добавить грибы. Но какие грибы? Шампиньоны. Девчонки. Чуть-чуть их получается прижарить. Чтоб влага лишняя ушла. Допустим. Зачем она нам здесь. И сюда прям. В эту смесь, так скажем. Сырые дадут вам больше влаги. Ну а там. Если там для вас это не критично. Думайте сами. Конечно же можно и перчик добавить. Болгарский. Почему бы и нет. Что любите будете класть. Экспериментируйте. Что вам там понравилось. То и добавляйте. Быстренько нарезаем. Филе куриное сюда. Видите, кубики такие. Не сильно маленькие. Как раз хорошие. Я знаю некоторые девчонки. Прям выкладывают. Знаете, как такая котлетка. То есть как. Вроде как отбивная. Можно так. Но мне так больше нравится. Когда вот кусочками. Такую. Мы как заливочку будем с вами делать. Тогда мне кажется филе. Оно такое. Более сочное. Ну а вы напишите. Как вы делаете. Это блюдо. И знали ли вообще об этом блюде. Как готовите. Что добавляете. Будет интересно почитать. Все, ребят. Все нарезаю. И подготавливаю. Следующие ингредиенты. Тоже лук сюда добавлю. Мне нравится с луком. Так все нарезаю. Добавим сюда также лук. Вот так. Видите. Немного добавляю. Домашний лук. Вот этот обожаю. Я вам говорю уже. Кто со мной. Можете не добавлять. Это по вкусу. Все, ребят. Нарезаю все сюда. Также для сочности добавим помидор. Ну вот такой помидор. Пока еще не домашний. Ну, кубиками сюда нарезаем. Такую делаем заготовочку. Так. Можно было и перец добавить. Я думаю, вы поняли. Большой вот этот такой. Болгарский. Красный, зеленый. Все нарезаем. Помидор в любом случае сочность нам придаст. Без помидора никуда, ребят. Все сюда. Теперь сюда соль. Обязательно посолить. Эта соль такая крупная. Не знаешь, сколько ей добавлять. То мало, то много. Чуть-чуть перчика. Все, больше ничего не хочу сегодня добавлять. Затем сюда яйцо. И теперь что там у вас есть. Йогурт или сметана. Добавлю йогурт. Обычный белый. То есть он не сладкий никакой. Знаете, такой как греческий есть. Все хорошенечко перемешиваем между собой. Смотрите, какие цвета, да? Красивенькие. Зелень, помидор. Делают свое дело. Уже как интересненько смотрится. Теперь стейки берем с капусты, которые у нас мариновались в это все время. И сюда выкладываем эту начинку. Такие шапочки у нас будут на капусте. Рассчитываем на все, то есть наши вот эти вот стейки. И будем все это запекать. Ну сколько? Ну до готовности. Минут 40 точно. Ребят, есть сыр. Будем еще сыр выкладывать. Нет, без сыра. Шапочки. Но сыр я не кладу сразу. За 10 минут до готовности где-то. Я не люблю, когда сыр вот этот подгорает. А вот этот переиграем, ребят. Там он ровнее. Перевернем, видите? Вот тут больше мне нравится. Больше влезет как бы. Все, выкладываем вот это вот все. И отправляем быстренько в духовочку готовиться. Это очень вкусно. Для чего-то кто не готовил, но при этом любит капусту. Но я думаю уже все готовили. Весь интернет уже в курсе дела, как говорится. Все, ребят. Такую красоту отправляем в духовку. 180 сколько там все раскладываю. Такая красота. Все, отправляем готовить. Ребятки, ну что, все готово. Достала. Смотрите, как держат форму. Немножко было у меня моцарелки сверху. Выкладывала. Все целенько держит форму. Но выпекала я больше, ребят, чем 35 минут. 50 минут это точно. У меня долго готовилась капуста. Возможно, у меня духовка такая. А там смотрите, как вы будете готовить. Сколько. Рассчитывайте до готовности, естественно. Вот так все берем и кушаем, ребят. Капуста, как вы поняли, такая, знаете. Она не переваренная. То есть, ну, в смысле, не перепеченная. Такая вот целенькая остается. Вкусненькая. Девчонки, вкусно. Кто любит капусту, советую. Может, также грибы. Обалденное блюдо. Тут и капусточка, и курочка. Все, девчонки. Всем хорошего настроения. Приятного аппетита. Подписывайтесь. Не забудьте поставить лайк. До следующих видео. Всем пока. До следующих видео.